В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 44 тысячи квадратных метров. Какие дороги отремонтируют в Сарове летом? Ряды клинической больницы номер 50 в этом году пополнили 19 молодых специалистов. На Икаре проходят летние сборы, как тренируются юные спортсмены. Далее расскажем во всем подробно. В Госдуме поддержали идею использования мат-капитала для лечения детей. Такая тема давно поднимается в стенах Госдумы. Мы неоднократно ее обсуждали. Заявила в беседе с РТ член Комитета Госдумы по труду соцполитики делам ветеранов Светлана Бессараб. Так чиновник прокомментировала предложение омбудсмена Татьяны Москальковой рассмотреть вопрос о представлении семьям возможности использования средств мат-капитала для оказания ребенку медпомощи. По мнению Бессараб, необходимо установить критерии оказания подобной помощи. Большая часть медуслуг в России оказывается бесплатно. Возникает вопрос, в каких случаях предоставлять медицинскую помощь платно, а в каких бесплатно. Те вопросы, которые регулируются с помощью благотворительного фонда, можно было бы решать путем привлечения материнского капитала, считает парламентарий. В Сарове летом планируют отремонтировать 44 тысячи квадратных метров городских дорог и тротуаров. В том числе участок от поворота в поселок Коврез в сторону детского лагеря «Березка», улицу Садовую и Зернова. Подробности далее. Дорожный ремонт – одно из самых долгожданных событий в году у автомобилистов, поскольку в городе есть участки, проезжать которые водителям нужно с особой осторожностью. Местами ничего, местами очень даже плохо. Ну, я думаю, что летом это все закончится с проведением ямочного ремонта, как обычно у нас это делается. А зимой это опять все вернется в прежнее состояние. Ну, должна сказать, что некоторые участки улучшились вот в последние года два. То есть, что там, Музрукова отремонтировали, да, Садовую отремонтировали, насколько я знаю. Улицу Димитрова надо ремонтировать, Садовую надо ремонтировать. Ну, а в целом, сейчас ямочный ремонт идет неплохо. Стараются власти, предпринимают усилия, чтобы мы, водители, ездили в комфорте. Димитрова ужасная. Ну, в общем, даже те, которые из года в год выдавались как образец всей по улице Ленина, и та уже, честно говоря, деградировала до такой степени, что стыдно за лицо города. Вы знаете, вот самый плохой участок, мне не нравится, когда мы едем по дороге вдоль Саровки, как она дорога, не помню, называется. Там очень много выборов, и особенно, когда выезжаешь на коксовую дорогу. В общем, машину-то и все так. Летом в Сарове планируют отремонтировать до 48 тысяч квадратных метров дорог. К концу года в порядок приведут покрытие на проспекте Ленина, улицах Железнодорожной, Садовой, а также Назернова, от улицы Маяковского в сторону школы номер 17. Отремонтируют и автодорогу от поворота в поселок Коврес в направлении лагеря «Березка». В рамках софинансирования областных средств запланирован ремонт автомобильной дороги улицы Димитрова, проезжая часть общей площадью 3700 квадратных метров. Также по обращениям жителей запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Гоголя. Это устройство тротуара на участке от улицы Маяковского до улицы Герцена. Запланирован ремонт на улице Нижегородской. Там установят две новые автобусные остановки и сделают разворотную площадку для рейсовых автобусов. В настоящее время уже выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги от КПП-3 до поселка Цыгановка. Частичный ремонт проезжей части дороги на КПП-1 от улицы Ключевая до Дальней Пустынки. Также дорожных специальных предприятий ведутся работы по устранению ненормативных выбоин и ямочному ремонту проезжей части улиц. Сфрезерование в рамках контракта по содержанию дорог. Ямочный ремонт уже сделали на улицах Павлика Морозова, Мичурина и Силкина. К октябрю ремонтные работы планируют закончить. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Сотрудники ВНИЭФ стали членами-корреспондентами Российской Академии Наук. По специальности вычислительные методы «Элементарная база» звание присвоили заместителю директора ядерного центра Рашиду Шагалиеву. По специальности ядерная физика заместителю научного руководителя ВНИЭФ, директору ИЯРФ Николаю Завьялову. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитанница Дворца детского творчества выступила на всероссийских соревнованиях по русским шашкам среди юношей и девушек в Краснодарском крае. В них приняли участие более 150 спортсменов из 16 регионов России, от Калининграда до Приморского края. Алиса Рубцова в молниеносной программе завоевала бронзу, а в основной классической – серебро. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Клиническая больница номер 50 и помцы ФМБА России ведут активную работу по привлечению молодых специалистов в сферу здравоохранения. Уделяют большое внимание подготовке кадров, сотрудничают с медвузами и колледжами, проводят экскурсии для студентов-целевиков. Подробности далее. В прошлом году РИДКБ номер 50 пополнили 19 молодых врачей. Одна из них – врач-кардиолог Наталья Киселева. Наталья Николаевна родилась в семье медиков. И вопрос с выбором профессии перед ней никогда не стоял. У нас целая династия, начиная с дедушки и бабушки. Я видела медицину с самого детства. Я была в больнице с самого детства. Смотрела, как пациентов лечат, как выздоравливают пациенты. И, естественно, прониклась, тоже захотелось именно этого. Благодаря программе по привлечению молодых специалистов и по договоренности с помощью ФМБР России, Наталья Киселева после окончания ординатуры приехала в Саров. И с ноября прошлого года принимает пациентов в первой поликлинике. Как признается врач, она была приятно удивлена той помощью и поддержкой, которую ей оказали руководство больницы, коллеги и отдел кадров. Когда я приехала в Саров, мне здесь выдали однокомнатную квартиру. Плюс мне выдали единовременную выплату при трудоустройстве. Что мне, естественно, очень помогло в первое время здесь и прожить, и купить все то, что необходимо. Молодой специалист переживает за каждого своего пациента. Расстраивается, когда они не соблюдают ее рекомендации. Искренне радуются, когда назначенное лечение дает положительный результат. Наталья Николаевна постоянно совершенствует знания в кардиологии. И планирует в будущем получить еще одно образование. Благодаря программе по привлечению молодых специалистов и сотрудничеству КБ номер 50 с пункцией ФМБР России, в этом году ряды больницы пополнят 15 врачей различных специальностей. Троих пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД на дорогах Сарова на прошлой неделе. Еще два автомобилиста катались по городу без прав. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. На прошлой неделе на дорогах Сарова зарегистрировали 6 ДТП. 4 случая с материальным ущербом и 2 ДТП с пострадавшими. Одно из них произошло на улице Московской. Рано утром в понедельник 30 мая женщина-водитель автомобиля Ниссан сбила женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в КБ-50 с переломом поясничного отдела позвоночника. Сотрудники ГИБДД выявили 85 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. В состоянии алкогольного опьянения задержали трех водителей, а за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов наказали 27 правонарушителей. Еще одно ДТП с пострадавшим произошло около дома номер 23 по проспекту Ленина. В четверг 2 июня на проспекте Ленина напротив администрации ребенок переезжал в нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде. На него наехал автомобиль Татсун. В результате ДТП школьник получил ушиб правой ноги. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. В сезон активных велопрогулок еще раз поговорите с детьми о правилах дорожного движения. Обратите внимание ребенка на то, что нельзя пересекать дорогу по зебре на велотранспорте. Перед пешеходным переходом обязательно нужно спешиться. Нельзя ездить, держась одной рукой за руль или вообще без рук, тем более около проезжей части. Чтобы предотвратить несчастные случаи, нужно заранее проверить велосипед на исправность шин, тормозов и звонка. А также перед поездкой обязательно надевать шлем. В молодежном библиотечном информационном центре открывается мастерская Вереника. Ее руководитель – саровская художница Вера Язева. Рассчитан на мастерская и на детей, и на взрослых. Подробности далее. Хороший способ отдохнуть и перезагрузиться в конце рабочего дня – заняться творчеством. Такую возможность предоставляет мастерская Вереника под руководством Веры Язевой. Для многодетных семей города Вера Николаевна проведет бесплатные мастер-классы в библиотеке имени Маяковского по различным техникам и направлениям. А каким именно – будет зависеть от запросов и пожеланий посетителей. Когда люди будут записываться и приходить, они будут рассказывать, что бы они хотели видеть, а мы уже посмотрим, что мы можем им дать. Там лично я или кто-то еще другие художники из нашего клуба «Арт-позитив». И мы будем смотреть, чем мы можем их, так скажем, порадовать, чему научить. Потому что мы уже тоже несколько лет практикуем технику пуантилизм. У нас есть девушки, которые занимаются рукоделием в технике кинусайга. Вязание, акварель, пластилинография, папье-маше – творчество по душе могут выбрать как дети, так и взрослые. Занятия проведут члены Саровского творческого клуба «Арт-позитив». Мастер-классы можно посетить на любой из двух площадок – по четвергам в 18.00 в главном здании библиотеки имени Маяковского на проспекте Мира и по пятницам в 17.30 в Молодежном библиотечно-информационном центре на улице Московской. Я с детьми работаю уже очень много лет в технике пластилинографии. И очень виден результат по тому, как развиваются у ребенка руки, пальцы, как он начинает правильно держать ручку при письме, как он начинает держать кисточку, которая уже не выпадает из его рук. Занятия пройдут на протяжении всего лета. Узнать подробную информацию или записаться на мастер-классы можно по телефону 8-908-766-96-76, без возрастных ограничений. В спортивной школе «Икар» начались летние сборы. Они пришли на смену прежним спортивным лагерям. Как проходят сборы, чем заняты юные спортсмены, узнала наша съемочная группа. Радость, победы, горечь поражений, медали, дипломы и кубки, поездки в другие города и матчи на площадках родного Сарова. Этот тренировочный год оказался насыщенным для спортсменов «Икара». Но и летом они не расслабляются. Каждый будний день под руководством тренеров они совершенствуют мастерство. Занимаемся полностью ОФП, растяжкой, подкачкой, предметной подготовкой, хореографией. И, в общем, абсолютно все, что нужно для гимнасток. Также ходим в бассейн. Одна из самых маленьких спортсменок на сборах – 7-летняя Вера, воспитанница отделения художественной гимнастики. Девочка занимается этим видом спорта два года. За это время успела стать призером городских соревнований. Чем тебе гимнастика нравится? Что там можно научиться делать прыжки, научиться вставать на всякие мостики, перевороты делать, научиться делать растяжку хорошую. Наравне со всеми на «Икаре» занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья, ничем не уступая своим сверстникам. Для них на «Икаре» на отделении плавания работает программа адаптивной физической культуры, где тренирует Эдуард Вешкин. Во время тренировочного года занятия проходят в бассейне, а летом можно выйти на стадион. Сборы – нормально, в принципе. Нагрузки, конечно, физические есть, но для подготовки к соревнованиям – самое то. Летом спортивных соревнований мало. Горячая пора, пожалуй, только для футболистов. Для всех остальных – это возможность улучшить результат и отработать технику. А для кого-то шанс попробовать себя в новом виде спорта. София присоединилась к воспитанникам отделения бокса неделю назад. Пока на тренировках она единственная девочка. Отжимаюсь, делаю приседания, в стойке стою, бью руками. Единственная девочка. Не страшно принимать? Так. Сейчас боксеры готовятся к выезду на соревнования в Москву в конце июня. Практически это единственные летние соревнования для борцов. Летом они улучшают физические навыки, уделяют внимание и умственной подготовке. Боксеры – это в первую очередь не груда, мышцы, а умение, так скажем, мозга должен быть настолько развит, чтобы быстро оценивал ситуацию в ринге. И поэтому нам приходится развивать внимание, то есть память, быструю память. Вот в шахматы и в шашки играем. Последним пунктом нашего путешествия по Икару стал стадион «Юниор», где тренировались акробаты и баскетболисты. Мы занимаемся просто тренировками, в основном общей физической подготовкой. То есть тренировки на стадионе, после этого зал. В этом сезоне мы съездили на товарищескую игру в «Разамас». Провели эту игру очень хорошо. Все парни были молодцы, все были заряжены на эту игру. Поэтому выдали свой максимум, я бы сказал. Также был городской турнир. Проявили тоже успешно на четвертом месте. Среди мужчин. Это очень хороший результат, я считаю, для нашей команды. После полудня юных спортсменов ждал горячий обед. Летние сборные Икари продлятся до 25 августа. Всего предусмотрено три смены. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok